Разбитый асфальт, яма, выбоины и неровности. Вот таким этот участок дороги как автомобилисты, так и местные жители видят уже не первый год. И если зимой частично скрывать недостатки помогает снег, то с первым потеплением для автолюбителей приходят и первые испытания. Она полностью разбита, это не дорога, это черт чего. Это дорогой назвать нельзя. Однако обещают, что в скором будущем, благодаря нас проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ситуация в корне изменится. В конце декабря 2020-го подрядчик взял на себя обязательство привезти этот давно забытый всеми участок не только в нормативное состояние, но и расширить дорогу. Все дело в том, что здесь недалеко находится разгрузочная база, и фуры за неимением места для парковки вынуждены ждать своей очереди прямо на проезжей части. В итоге, как говорится, не пройти, не проехать. Было принято решение конструктивные слои. Тут, значит, так, сперва пройдет ямочный ремонт, то есть большие ямы будут заделаны, и потом еще два слоя асфальтобетонного покрытия по 5 сантиметров. Общая стоимость этого ремонта ориентировочно где-то 22 миллиона. Вот, значит, в начале пути, в начале этой дороги, значит, предполагается установка барьерного ограждения для того, чтобы упорядочить движение, потому что выезжает полностью на обочину. Обочина в очень плохом состоянии, поэтому приведем порядок и обочину. Ну и упорядочим движение, вы видели столько фурс сюда, поэтому дорога в таком состоянии. Поэтому думаю, что после ремонта совершенно другой вид будет. Сейчас подрядчики готовят всю необходимую документацию, закупают материалы и составляют план предстоящей работы. Если все пойдет по плану, приступить к ремонту дорожники планируют в июне, а дорогу под ключ сдадут уже в начале сентября. К слову, только за 2020 год в Нижегородской области по нацпроекту ПКАД отремонтировали аж 195 участков общей протяженностью почти 900 километров. Наш регион занял второе место после Московской области по объемам дорожного ремонта. В этом году заверили дорожники. Пойдем на рекорд. Из Кстовского района Дмитрий Власов, Василий Лысков. Время новостей.